Вот вы сами представили и рассчитали, после нашей дискуссии вы подняли до 0,2, сначала у вас был 0,1, и фактически я тогда вам говорила, что это проект для богатых. С 1 января 2019 года Красноярский край переходит на новые налоговые ставки, исходя из кадастровой стоимости. Интересы собственников при этом не пострадают, заявили в мэрии. Наоборот, это приведет к равенству, ведь кадастровая стоимость жилья учитывает рыночные факторы. Район города, наличие инфраструктуры, год постройки, а значит, все справедливо. За более дорогое жилье придется заплатить больше. В отношении жилых объектов стоимостью свыше 10 миллионов рублей предлагается установить налоговую ставку в размере 0,2% от кадастровой стоимости, то есть повышенную в два раза по сравнению с базовой ставкой. Для владельцев типового жилья ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости. При этом сохранятся все региональные льготы, заявляет заместитель главы города. Это налоговые вычеты из налоговой базы в отношении жилых объектов. Например, за квартиру налог будет уплачиваться за минусом 20 квадратных метров. Во-вторых, это пониженная налоговая ставка по жилым объектам, гаражам и машинаместам. Поправки к этому закону депутаты обсуждали на предыдущих сессиях. Парламентарии предложили внести в перечень льготников одиноких мам с несовершеннолетними детьми. Под эту льготу попадают 3,5 тысячи женщин. Матери, совместно проживающие с детьми до достижения ими 18-летнего возраста, у которых в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце-ребенке. А владельцев гостинок или квартир до 20 квадратных метров вообще от налогов на недвижимость освободят. Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговую службу. Чиновники подсчитали, реализация проекта за 11 лет пополнит городскую казну на миллиард рублей. С учетом всех поправок проголосовали единогласно. Напомню, платить налоги по новой системе будем уже с 1 января нового года. Екатерина Усатенко, Сергей Кашин, Афонтова, Новости.